не знаю насколько ты в курсе вот там у меня у хорошего моего знакомого вот только шоу угнали машину только что и он ее нашел и он знает где она на конце менты все это там полиция извините все это курирует и так далее что у нас оказывает сейчас есть очень популярный пост какого-то парня в фейсбуке это который там три месяца потратил на то что у полицейских и так далее вообще а вот с этими машинами что делают куда они вообще девают им же столько машин не надо там лично еще что куда эти все угнанные автомобили что с этим происходит они разбираются идут на запчасти да 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 это вот интересен вопрос если мы за машины заговорили про европляхи вспомним про европляхи это же вообще за эту за эту тему за эту тему за тему европляхи думаю гройсмана нужно ну реально выдвигать на какую-то да да на самом деле это же это же афера ну мега масштаба что произошло когда украинцам дали шанс возить машины покупать вернее в украине европляхи никто не объяснял что вы покупаете эти автомобили незаконно принцип же какой ты как украине сможешь ввести машину всего на пять дней но если какой-то иностранец тебе ее доверяет то ты можешь ездить на ней год принцип принцип европляхи да потом опять пересечь и вернуться была выстроена инфраструктура ты едешь в польшу берешь там машину покупаешь и заезжаешь в украину с документами на пять дней и тут же выезжаешь эта тема курируемая лично гройсманом его начальником всех таможен украины кривицким он тогда был сначала руководителем волынской это можно потом стал замом продано и власова ты на этой машине выезжаешь в беларусь на между пунктами пропуска украины и беларуси организовано целый как это стол заказов там сидят белорусы сидят наши с вагончиками штампуют фальшивые документы тебе на машину в твою машину садится белорус и якобы он сотрудник литовской фирмы заезжает вместе с тобой уже обратно в украину и отдает тебе документы все гениально ты можешь ездить год на этом этапе ты должен отдать был за за вот эту схему ты должен был отдать там от 200 до 300 400 евро где-то в целом за документы за вот этого верблюда и ты ездишь на этой машине верблюда это фальшивый литовец да беларусь понятно гениальная схема с этих денег кормились таможенники пограничники полицейские потому что ну когда так там это бурлил целый ну тысячи машин даже деньги ты хочешь люди пошли в школу работать или на завод они наводнили по этой схеме всю страну машинами и начался помнишь начался бурт о том что политический процесс да 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 мы требуем легальной растаможки им сказали ну окей давайте ну хорошо хорошо тогда порошенко там гройсман южанина тоже ну южанина легализовали этот процесс давайте легализовывать здесь поставим столы придумаем мы придумали вам растаможку вот она льготная льготный период даем растамаживать несите ваши денежки несите документы а ты с этими документами приходишь на таможню а эти документы липа их нет ты начинаешь суетиться подождите ребята у кого я покупал а где тут вася где тут начинаешь искать какие тут появилась авто евросила уже в момент растаможки которая еще за 500 евро брала твои фальшивые документы везла их в польшу ставила печать и гениально ставила печать и о том что твоя фиктивная фирма продала их и их легальной фирме и и это легальная фирма уже якобы я брала интервью этого парня который был живой это да и евросилы он даже по-моему по моему вас тогда консультировать он раздувая ноздрика что он помогает людям что они помогают за 500 евро да но это было еще начало дальше когда а человек приходил на таможню и пытался поставить машину на учет этот период льготной растаможки который мы будем мы не вложимся формата программа надо покороче да чуть-чуть но это важно они ребята на таможне когда ты подаешь документы что твоя машина стоит 1000 евро они говорят тебе мы не верим что твоя машина стоит 1000 евро вот эта главная схема гройсман о том как он наполнял бюджет перед выборами когда он раздавал тогда деньги пенсионерам повышен там дополнительные они наполняли бюджет решили наполнить бюджет за счет вот этой армии евро бляхеров заставив их платить за их машины в два в три раза больше растаможку чем они стоят на самом деле то есть все-таки бюджет не карман не не нет ни в карман они собрали когда заезжали когда они заезжали он наполнял бюджет вам ребят вели период льготной растаможки три месяца ты вроде бы у тебя 50 процентов скидка на платежи все налоговые но тебе таможня говорит твоя тысяча долларов то что ты купил машину мы тебе не верим поднимали стоимость до пяти за вы заставляли людей платить за растаможку машин в два-три раза больше да эти деньги шли целевыми пенсионный фонд но людей оболванили три раза когда собрали раз на границе собрали два за легализацию документов и третий раз а теперь мы с вас наполним бюджет это было мега афера а